здравствуйте уважаемые слушатели сегодня 2 июня суббота и мы с вами продолжаем наши экскурсии в область мозга сегодня мы с вами продолжим ту самую знаменитую историю которая связана с тем что у нас с вами лобные области являются основой человеческого поведения в этом вся проблема проблема в том что эти самые лобные области которых я говорил в прошлый раз они не только индивидуально изменчивы но в том смысле в котором я рассказывал они могут изменяться в два три там в четыре раза по размерам под полей даже в 10-15 раз это все все это ничего но кроме всего прочего еще существует проблема и другая проблема состоит в том что и за это пегасина конного о чем в прошлый раз вам рассказывал она собственно говоря показала на уникальном конечно случае что существует различие не только количественные но и качестве эти качественные различия они совершенно убийственны она показала на мозге как раз владимир владимирович маяковского что существует очень специфические в области надглазничной части головного мозга специфические поля которые как неудивительно у одних людей присутствуют а других отсутствует это было принципиальное событие развернувшие представление о мозге совершенно в иной плоскости то есть до этого считалось что мозги более-менее одинаковые здесь надо чуть вернуться назад как раз история собственно говоря появление коммунизма и социализма она как раз была построена на одинаковости головного мозга у разных людей но то есть что считал собственно говоря карл маркс от чем а собственно говоря многократно говорил и не устаю повторять потому что это пример того как научные ошибки то есть всякая нелепость но типа сейчас как нанотехнологии стволовые клетки там когнитом и зеркальные нейроны и прочее про всякая хинея который в лучшем случае маскирует какие-то давно известные процессы а в худшем является просто надувательством может привести к катастрофе человечество вот ровно к такой катастрофе 200 лет с лишним назад привела как раз идея французских физиологов которых возглавлял великий по тем временам флуранс это времена еще наполеоновский который твердо считал что мозг такой творожок я сталкивался с его последователями и в настоящее время такой творожок который вот что туда вложишь то и появится то есть такое впечатление что он никогда не держал собак не ездил на лошади и вообще упал с луны неожиданно сильно ударившись головой потому что к сожалению человек мало того что наследует огромное количество инстинктов что было ясно совершенно уже в те времена то есть форм поведения ложь мы не учимся дышать или глотать нас как-то получается само но от кроме этого есть и благоприобретенные навыки кота которых он прекрасно знал будучи членом французской академии то есть клубом избранных но тем не менее с мозгами всегда была проблема в проблема в клубах избранных поэтому он утверждал обратно это послужило причиной в чем многократно повторял значит репрессии в отношении французского галя который первым заявил о локализации функций и в конце концов послужило формированию такого общественного мнения знаете как вот общественно это все считают что клонирование есть хотя ни одного клона нет ну вот а вот все считают это привело примерно к так такой катастрофе которая называется социализм в российской империи потому что достаточно просвещенный журналист карл маркс воспользовался передовыми по тем временам знаниями что мы теперь понимаем что это было чистой панамской уткой того времени то есть идеями флоранса о том что мозг это одно и то же и достаточно положить поколение то есть что взять создать идеальные условия для некоторых группа людей и они уже в этих идеальных условиях как вырастут такими идеальными и будут то есть вот откуда возникла идея этого самого коммунизма социализма то есть всеобщего равенства братства мозги у всех одинаковые творожок различий никаких нет давайте вот как воспитаем такие люди будут вот это на основании этой безграмотности научные абсолютно которые восприняли за чистую монету люди далекие от науки а карл маркс таким и был он был крайне далек от науки именно этой он это воспринял за чистую монету ну и дальше модель коммунизма когда мы значит создаем условия идеальные для людей они там с песнями начинают идти в огород с лопатой но это то что уже у нас превратилось во что это но естественно не убеги учет индивидуальной изменчивости отрицание его отрицание индивидуальных развить и различий индивидуального таскать накопления социальных инстинктов его прочего привело к катастрофе один поверил я имею ввиду маркс энгельс и придумали целую теорию коммунизма который стал бродить по европе он заблудился видимо и оказался в россии дальше там с помощью неких авантюристов и скажем так шпионских приемов значит привели к власти соответствующую группу лиходеев которые устроили здесь социализм который тут же превратился в общем-то в чудовищной по форме такой такую империю чудовищную многонациональную с хорошими лозунгами но собственно говоря страну террора во что она превратилась через каких-то там два десятка лет то есть вот пожалуйста это мы расплачиваемся до сих пор потому что соответственно в такой системе будут процветать самые дикие формы отношений между людьми самые архаичные что собственно говоря и произошло так вот чтобы таких ошибок не было надо было внимательнее отнестись к тому что на самом деле у нас с мозгом если бы карл маркс знал о том что человек так изменчиво что никаким воспитанием никаким образованием конструкцию мозга очень полиморфно изменить нельзя конечно бы такой нелепости как строительство всеобщего счастья с помощью коммунизма ему в голову бы не пришло у капитал бы конечно он написал разговора нет потому что деньги его волновали поскольку ему их не хватало всю жизнь но пока он не встретил с ангельцем это понятно ну вот но так бы и при истории пошла бы другим путем возможно наша многострадальная страна не пережила вот этот весь ужас построение социализма так вот причин для научных ошибок обычно очень много потому что есть мнение знаете таких мало ученых прохиндей в болтливых которые очень любят его повторять публично вот это мнение обычно она противоречит любому здравомысленно существует как-то отдельно от науки а в реальной науке за ним никто и даже серьезно говорить не будет никогда но тем не менее это приносит деньги а значит будет бесконечно повторяться так вот что же было сделано с лобными областями это крайне важно конного впервые показала речь идет о 34 35 год то что у нас существует индивидуальная изменчивость качестве то есть не просто количество нога длиннее короче а нет речь идет о качественных различиях то есть если у тебя тебя что-то нет то никак получить ни с какими оксфордов скими дипломами не получится как родился дураком так дураком и помрешь ты собственно говоря вот этот принципиальный момент и было и показано то есть она шла морфологические основы того что люди разные причем разные не только в количественном отношении но и в качестве то есть существует непреодолимая индивидуальная изменчивость и нашла наш чем прелесть всего этого дела и незыблемость этой находки то у не просто у кого-то у первого попавшегося извозчика во дворе нет у маяковского и поэтому деваться тут некуда специальное подполье сорок седьмого поля она показывает что люди качественно различны ну и поскольку целая группа исследователей под руководством филимонова стала заниматься этой самой индивидуальной изменчивостью информация о строении мозга его индивидуальных возможностях довольно быстро стала расширяться огромную работу сделал свое время блинков я посчастливилось с ним беседовать уже когда он был очень пожилым человеком и работал нейрохирургии уже но в качестве конечно и к сумму консультанта эксперта уже в очень преклонном возрасте мне повезло с ним говорить он как раз был участник этих самых проектов довольно молодой и активная потом конечно уже стал ветхим дедушка с ветхим дедушка я имел несколько крупных бесед по поводу всех этих занятий которые проводились в тогдашнем институте мозга и которые изложены в книжке которая многократно уже показывал и нашу с собой чтобы циферки вам поточнее говорить потому что многие здесь калькулятором владеют к 30 лет в 30 годам поэтому от поточнее сообщать цифр я от них путаюсь просто ввиду склероза и старости но блинков так сказать проявил гигантскую сноровку то есть они посмотрели очень интересные базальные нижнюю часть височных долей и нашли самые удивительные они нашли максимальные развить и различия по подполям этих самых зон вот это очень интересно это показывает масштабы изменчивость потому что речь пришла всего десяти полушариях о чем изменчивость то мизерное да еще что за люди там использовали с пара китайцев пара русских мужчин и женщин чех и еще там несколько всего-то навсего и при этом минимальном наборе людей было показано что изменчивость по подполям а такие поля есть это переходные причем зоны между двумя принципиальными системами которых сейчас я поговорю но это изменчивость составляет 41 и три десятых раз 40 раз разница количественно про качественную речь пойдет еще впереди то есть даже в количественном отношении это гигантские различия о чем говорить при такой маленькой выборке то есть легко догадаться что я думаю что при расширении выборки хотя бы до 100 человек что очень трудно сделать по обозначенным не выше причинами это на прошлых передачах рассказов это очень сложная технология это не голову в томограф америки в солнце на 15 минут это нет позорище это серьезное исследование которое требует многолетней подготовки мозга для работы так вот он показал 40 кратные различия на 10 полушариях это огромная изменчивость которая может составлять минимум она была у него один одна целая шестьдесят семь ну почти в два раза максимум 41 раз то есть ну казалось бы что это все прекрасно а что же в остальных областях и здесь дальше мы переходим на латеральную поверхность на височную то есть то самое место где у нас хранится очень много памяти где находятся вкусовые центры столь важные для стимуляции в том числе и выдержанными винами кстати очень не вредно поддерживать стимуляцию вкусовых центров которыми мы так мало пользуемся питаясь достаточно примитивной пищи несколько ее разнообразить и вкусом и запахом и так сказать другими ощущениями имеется ввиду механически так вот блинков занимаясь вместе со товарищами этим делом он уже в тридцать восьмом году определил что и наружная височная область где у нас память хранится различается по попали по только по полям в почти в четыре раза между собой вот вам ответ на вопрос почему один слышит лучше другой почему запоминает лучше изменчивость колоссальная это только по площади поверхности коры потому что эти различия на самом деле носят очень глубокие физиологические корни ну вот например я говорил там разница по подполям 40 в 41 раз это какие подполя то а это зоны перехода между рассудочной системой то есть нашей корой то есть той самой который мы думаем с бороздами извилинами подкорку и лимбической системой которая нас собственно говоря делает животными то есть и самые инстинктивные желания хочу не хочу и вот связь между этими штуками осуществляется между компонентами нашего поведения глобально осуществляется через лимбическую специальную кору специально называю носит название поясной и если в ней какие-то поля различаются очень сильно это как раз нарушается баланс между рассудочным поведением и поведением инстинктивно гормонально то есть страсти хочу не хочу который борется с рассудочным поведением надо необходимо ты должен и обязан значит это запрещено и неприлично вот связь между двумя этими поведенческими мотивациями то есть целеполаганиями разными она как раз осуществляет через эту поясную кору а в ней ленков находит 41 раз раз на захождение по подполям но понятно что один человек будет вести себя по одному другой по другому одного там будет заветная мечта бегать там по городу героя без штанов а другой будет мечтать попасть в библиотеку и так что на ночь не выгоняли вот вам разница то есть уровень контроля инстинктивно гормонального поведения и социального то есть рассудочного различается в десятки раз то есть это не просто некие морфологические изменения мол дифункция большое поле зрительное как говорил о работах или монова значит лучше видеть будет не только в этом дело значит и запоминать значит и связи и там стянется очень большая цепочка о которой никакого времени не хватит рассказать но соль в общем то в этом дело в том что если у вас выпадает одно звено из системы контроля как например в той же самой поясной извилины у вас возникают гигантские проблемы самоуправлением это личные то что о чем я говорю это личные персональные проблемы человек не может собой справиться ну ну никак вы не получается но не могу я у слова не могу нет есть как говорил мой один знакомый короткая плетка а длинная плетка сразу вас как бы просто освежает сознание все человек может но на самом деле это не совсем так потому что действительно морфологические различия очень глубокие и иногда справиться не может просто из-за конструкции мозга в общем никто не виноват бездельники оболтусы тунеядцы плагиаторы они такие же люди как и мы просто их мозг устроен таким образом что они другим ничем другим заняться не могут а кушать хочется вот поэтому они пытаются как-то крутиться в той среде в которую случайно попали или специально залезть то есть оказалось что различие чем велики и так был пройден почти весь мозг и самые там есть интересные области например теменная область это уже занимался этим гуревич тоже в тридцать восьмом году работа была опубликована там различия тоже в полтора тире четыре раза это то еще раз подчеркиваю это площадь поверхности полей неокортекса с четко установленными границами которые никакого отношения к томографии когнитому и прочие глупости о которой сейчас модно говорить не имеют это реальные границы между нейрон нейрональными нейрональной организации в толщине коры которые четко идентифицируются к сожалению после смерти то есть кроме этого было сделано блестящая работа которая я считаю что она такая же важная как и взять пегасина конного это сделана работа шевченко это была такая женщина интересная которая занималась всю жизнь теменной областью индивидуальной изменчивостью но ее ученица значит значит то есть их парочка было прошу прощения шевченко почему мне в голову приходит потому что она занималась обезьянами потом и очень поздно умерла то есть она дала еще вышел в семидесятых годах и книжки выходили по мозгу без а ее учителем было станкевич которые как раз вот они вдвоем станки речи шинки шевченко занимались теменной областью значит одна была аспирантка и другая руководила этим направлением но они показали потрясающую вещь еще до второй мировой войны что собственно говоря расширяет представление сделанные конновой а индивидуальной изменчивости до невероятности занимаясь вот этой самой областью теменной нижней особенно теменной нижней теменными полями они в основном являются человеческими то есть характерными для людей в том смысле что они обезьян или отсутствуют начисто даже у высших или присутствуют в виде очень маленьких структур то есть таких поля там типа вот там десятого в лобной области мы называем обычно человеческим тоже с ними связаны наше приобретение основные человеческие свойства которые мы так любим обсуждать так вот занимаясь этими чисто человеческими полями значит танкевич и и очень шевченко они показали удивительную вещь исследовав несколько мозгов человеческих с правыми и левыми полушариями они наткнулись на очень странную вещь сороковом и в тридцать девятом подполье то есть это на самом деле тоже использовал и 10 всего полушарий немного немного еще раз говорю поэтому эта статистика очень скромная если сделать как следует я думаю разница как следует думаю различие будут на порядок больше так вот исследуя всего 10 полушарий мозг правду не был разный там от 1200 до 1700 грамм то есть большие и маленькие разные оказалось очень интересная вещь вот эти самые под поля сорокового и тридцать девятого полей крайне изменчивы на качественном уровне ну то есть что у них например в четырех случаях некоторые поля начисто отсутствовали они как в некоторых случаях присутствовали то есть наличие и отсутствие полное отсутствие под полей определенных полей мозга человека ими было подтверждено и таким образом идея то есть находка конного и сделанная знаменитая 47 под полем оказалось подтвержденной то есть эти две дамы измерив огромное количество значит вот этих под полей кстати говоря не потом работали долго с приматами и показали кстати говоря что у приматов разница индивидуальные такая же то есть у высших обезьян то есть имеется ввиду орангутаны и шимпанзе изменчивость под полей и полей сделаны одними теми же специалистами что очень важно одними руками но вот оказались такими же как у человека то есть уже у высших примат это изменчивость является важнейшим компонентом эволюции мозга человека то есть даже у приматов есть по какому поводу отбирать мозги потому что свойства этих самых мозгов разные но самое главное для нас это то что они нашли вот эту изменчивость изменчивость качественную то есть многие поля под поля 40 39 поле чисто человеческих что важно подчеркнуть они у одних людей присутствуют а у других асту кстати говоря у того же самого маяковского некоторые под поля отсутствовали например нижнее под поле сорокового поле у него не было вообще в правом полушарии а вот у богданова то бишь малиновского того самого знаменитого который ну так виннеры определил опередил на полсотни лет а имеется ввиду в разработке концепции кибернетики и создал много чего и умер героически поскольку основал первый в мире институт переливания крови эксперимента делал на себе и погиб значит он кроме этого было чекам разносторонним до крайности экономистом был очень неплохим и владимир ильич ленин пользовался его достижениями в области экономики который положил в основу собственной концепции социалистического системы распределения ну в общем был талант и гений настоящая фамилия малиновский а значит он как все в тогдашнем революционном правительстве люди носил фамилию липовую богданова вот у него все области мозга были в нормальной то есть все под поля сорокового и тридцать девятого поля представлены были чудесно что собственно говоря и отражает разносторонность его наклонности раз то есть ведь он и писатель пару книг написал достаточно таких ну может быть не гениальных но вполне приличных для своего времени потом он создавал теорию социализма экономическую и преуспел и в этом кроме этого написал книгу про кибернетику то есть это действительно тогда это немножко по-другому назывался у меня в книжке есть там на привожу название и в конце концов сделал большой вклад в медицину потому что и в том числе его смерть послужила причиной тому чтобы заняться проблемами совместимости крови то есть те самые резус-факторов и все остальное что было открыто позднее а до этого он ставил эксперименты на себе то есть вот такой неординарный человек обращаю ваше внимание подвязавшийся самых разных областях человеческой деятельности оказался еще и уникальным по мозгу то есть оказалось что у него вот эти самые человеческие важные для людей для человеческого поведения области выражены в полной мере со всеми полями под полями а есть люди у которых они очень скромно выражена в некоторых иногда в одном полушарии есть только одно подполе сорокового поля и максимум два вот а в другом может вообще все отсутствовать что встречается у людей что опять-таки детерминирует наш характер то есть наш в нашем снове нашего характера лежат не какие-то психологические экзерсисы и выдумки которые вам рассказывают а лежат структурные компоненты человек когда непроизвольно отвечать на вопрос пытается быстро среагировать или долго и упорно что-то объясняет это постепенно вылезает из его мозга и мы начинаем понимать насколько он компетент именно поэтому без бумажки полезно читать если вы хотите показать свой интеллект но сейчас мы переходим к новостям итак мы продолжаем нашу передачу не здесь пришли несколько вопросов как всегда мы потратим время на для того чтобы на них ответить значит тут насколько утверждение что основная задача активизирует правую префронтальную кору по мере того как задача становится привычной переходят в левую андрей асимметрии мозга нет это чушь собачья это для того чтобы разводить людей на деньги или имитировать псевдонаучную деятельность занимается в основном психологи с помощью томографов значит почему у умственно активных людей всегда молодые блестящие глаза вне зависимости от возраста если ничего не выпил то этого быстрее всего сказываются гормональная активность потому что для любой интеллектуальной деятельности приходится мобилизовываться к сожалению это не бесплатно проходит человек тратит свою жизнь на некоторые усилия они вызывают естественно увеличение кровотока кровоток увеличивается в головном мозге когда вы им думаете а глаза это выросты мозга на самом деле они в эмбриогенезе выпячиваются как часть мозга между передним и промежуточным мозгом в виде таких пузырьков потом бокальчик потом глаз то есть глаза это вырост мозга поэтому все события с кровотоком которые происходят в головном мозге они происходят и с глазами и поэтому кровоток усиливается в мозге все-таки конечно не весь но там частично нагружаемые властями но когда вы интеллектуально думаете то у вас возникают какие-то образы и прочее прочее кровоток в глазах увеличивается также как в мозге поэтому глазки у людей занимающихся интеллектуальным трудом они как правило поблескивают момент особенно некоторого интеллектуального возбуждения но не поблескивают еще и у алкоголиков не похмелившихся и у остальных граждан которые используют всякие токсические вещества поэтому не надо путать также у сексуальных маньяков они тоже нормально блестят на гормональном фоне когда у них ни одной мысли нет кроме той самой единственной связанные с изготовлением незапланированных потомков значит здесь есть вопрос о спорте значит о том заниматься спортом профессиональный спорт вреден об этом я говорю о нормальный спорт если вы занимаетесь спортом там живете в каких-то плохих условиях у вас нету возможности поработать в огороде или у вас нет возможности поколоть дрова то есть вы живете в ужасных условиях многоквартирном доме к чё делать значит вам приходится искать способ физической нагрузки но нельзя же бесконечно посуду мыть и полы устанешь но люди идут спортзал да конечно но не перегружайте особенно с тасканием тяжести у нас суставы мениски все остальное то что позволяет двигаться суставным поверхностям они не бесконечны там не очень важный метаболизм я неплохо регенерируют плохо восстанавливаются постарайтесь не разрушить свои суставные поверхности до того как станете совсем стареньким поэтому все это хорошо и спортом заниматься хорошо и дрова колоть но все в меру то есть вопрос меры ну вот здесь еще есть кое-какие вопросы насчет серингами или ну вы знаете надо очень тщательно обследоваться по одному диагнозу к тому же не уверен правильно ли поставили нам я никаких советов давать не могу поскольку повторюсь я не врач и собственно брать на себя такую ответственность не могу это серьезную значит целью славич получается древние были не дураки когда утверждали что земля стоит на трех китах только эти киты размножение и дай доминации слушайте если так интерпретировать то у вас библия является единственной последней и великой книгой больше ничего не читать не писать не надо было но это поэтому вы знаете такая интерпретация вольная хорошо но я боюсь что для мульт мультфильмов а так немножко не так все это устроено здесь еще есть несколько вопросов значит добрый день тебе скажите пожалуйста все ли нормально у меня с мозгом если я слишком хороший логист но у логика это вообще имеет очень малое отношение к реальной действительности знаменитый пример волга впадает в каспийское море волга река в соответствии логика все реки впадают в каспийское море но это не так мы знаем поэтому какая логика то есть математическая логика есть направление которым занималась зиновьев логика другая философского таскать происхождение логика как бы много но к реальности она имеет значение только в том случае когда вы учитываете своих логических построениях все компоненты все переменные а это сделать крайне сложно то нужны какие-то знания кроме умения выстраивать цепочек причинно среди детственных связь давайте примем звоночек я вас слушаю но не получилось давайте другой значит будьте добры говорите вы в эфире что у нас с вами не получается говорите пожалуй задавайте свой вопрос добрый день профессор добрый день и долгих лет спасибо да влияют на работу мозга очаговые изменения в лобных долях дисциркуляр для торно дистрофического характера а также не выраженная наружная заместительная гидроцефалия ухты ну плохо влияет конечно в а ну в лобных областях если не дай бог вы ими пользуетесь или занимаетесь каллиграфии то есть не требуется точной координации движения такие такой диагноз который вы прочли значит он конечно влияет и гидроцефалии тоже когда заместительная когда образуются кисты заполняют спину мозговой жидкостью тоже да плохо влияет любые потери плохи но не настолько чтобы там они сказывались некоторые лобными долями то есть интеллектуальной деятельностью не занимаются и у них это проходит не очень заметно давайте еще попробуем принятие зла . да да я вас слушаю говорите задавайте свой вопрос такой применение наотропных препаратов каким-то не был образом помогают научной деятельности человека и мыслительной деятельности или нет все понял так значит давайте про наотропы поскольку такие вопросы еще приходят я значит говорю все любые стимуляторы мозга они очень опасны в том смысле что ненадолго они как бы стимулируют и часто не совсем то что вам кажется ну пока увеличили кровоток везде ну и сколько у вас там ассоциативные области занимают пять процентов головного мозга остальное у вас так что точно стимулируется и простите меня репродуктивные зоны и какая-то научная деятельность все весь мозг будет пахтеть как дизель заполярье для того чтобы подавить желание пойти погулять с девицами голоногими все эти препараты они плохи чем то что они стимулируют мозг первое свойство и 10 там один день работы интенсивной и потом надо три четыре а то и пять дней отдыхать то есть кпд 0 на самом деле это один вариант а другой вариант это то что они не избирательного действия вы же не интеллектуальные центры то стимулируете я говорил об этом у нас распределяется кровоток в соответствии с решаемыми задачами человек решает задачу какую-то на сюда кровь и приливает в эту в эту область двигатель иначе двигатель на зрительные на и зрительные ассоциативных значит ассоциативных а если вы стимулятором пользуетесь у вас ну здесь же логика очень простая у вас стимулируется и общий кровоток но и хорошо и что и все и хорошее и плохое стимулируется одинакова лимбическая система которая так сказать пытается вас время заграть загнать на ветку или там в чужую постель чужую постель также точно стимулируется то есть нету препаратов не существует никаких натропных препаратов которые бы действовали целенаправленно ассоциативные центры а раз так то ваше общее состояние как не изменится но будете вы бегать два раза быстрее из кухни в комнату и чего какой результат то будет результат никакого не будет общий метаболизм мозга до подняли до ток есть никакого потому что все ваши внутренние проблемы станут с прежними и для того чтобы заниматься интеллектуальным трудом вам придется их также преодолевать как без стимуляции вот и все проблемы значит здесь вопрос такой что вот кто-то видел перельмана что значит марки маргинала гейди генерат люди по-разному людей по разному мозг работает у одного я об этом говорил и будем еще говорить дело в том что мозг на человеческий так устроен что в крупном мозге если происходит появление гениальной комбинации структур то все хорошо его хватает она социальные отношения на все остальное а если в небольшом то человек как правило асоциален или с отклонениями потому что слишком много на себя берут эти крупные структуры которые определяют его даренность талант именно поэтому долгое время считалось там с девятнадцатого века что многие гени это молди это ненормальная гениальность и помешательство знаменитая книжка вот который никакого отношения к этому не имеет просто у людей с маленьким мозгом действительно возникают социальные проблемы с обществом я собственно их описываю свои книжки к сожалению это плата за выраженную это за выраженный талант или гениальность поэтому к сожалению нельзя распространять на весь мир таки такие такие опыты но такие наблюдения профессор скажите пожалуйста коротко как определяются границы полей под поле они определяются к сожалению сейчас только после смерти значит для этого надо умереть и надо вы вытащить не просто золотой билет не какую-то там несчастную нобелевскую премию а выиграть такой билет чтобы ваш мозг попался на исследование и люди вложили в него больше сил чем вы возможно потратили за всю свою жизнь для того чтобы сделать из него цитарь тонические серии а потом исследовать ваши как раз поля и определить границы под полей для этого нужны квалифицированные люди которых на этой планете практически не осталось так что никаких шансов при жизни при сегодняшней технологии изучить границы полей под полей нет создание томографа с разрешением в один микрон то есть один воксель практически не двигается потому что к сожалению риск очень большой изменение социальной структуры на этой планете человеческой после введения церебрального сортинга этого все боятся и правильно делают потому что иначе все это красотище которые сейчас позволяющие безнаказанно хулиганить но вот во всем мире закончится не начавшись здесь еще один начал бегать по утрам а вдруг появилось желание проштудировать алгебру с восьмого класса с чем это может связано я говорил что если такие возникают желания самосовершенствования надо лечь на диван и полежать быстро пройдет но если не пройдет то я вам советую получить еще специальное образование поскольку уже наверняка зрелый человек то которое являлась вашей детской мечтой смотришь что-нибудь хорошее из вас выйдет хоть последние там 30 лет вы потратите на что-то интересненькое не только на колбасу значит давайте дальше есть еще вопрос давайте ответим и зафируем да я вас слушаю задавайте свой вопрос будьте добры алло нет не повезло ладно давайте другой задавайте ваш вопрос я вас слушаю добрый день как вы относитесь к таким лекарствам как персен афабазол для борьбы со стрессом если смена деятельности не помогает значит вы знаете на самом деле некоторые препараты они в общем есть в природных разных соединений зачастую это фрагменты в том числе и названные вами это может быть фрагменты уже химически синтезированные которые на самом деле являются простейшими препаратами которые там тип пустырник значит если вы беспокоить смена деятельности не помогает то нужно использовать инстинктивные формы поведения значит надо перегружаться физически для тех кто моторно одарен или попытаться найти себе социальную проблему то есть а другого способа нет поезжайте там куда-нибудь в такое место где от вас потребуется вся мобилизация вашей жизни попробуйте ее радикально изменить попробуйте пожить где-нибудь сибири на конец стройки еще что то то есть дело в том что смена деятельности я подразумеваю в том смысле что если что-то не получается когда ваш мозг полностью подчинен новому занятию не просто вы отработали там с 10 до 5 а речь идет о полном подчинении то есть так в этом смысле смены деятельности тогда у вас не останется никаких шансов для того чтобы пострадать про себя тихонько так здесь вопрос непонятный и мне для меня непонятно а некоторые поэтому давайте примем еще один звоночек да я вас слушаю вопрос я стал свидетелем смерти близкого родственника и перед смертью состоянии огонь и человек резко пришел в себя и смог со мной контактировать некоторое время до считал неоднократно об этом явлении и это какой-то когда финальная мобилизация мозга перед смертью по тебя сколько вам лет 27 27 понят значит дело в том что к сожалению смерть человека в близкого особенно это всегда катастрофа поскольку мы воспринимаемые очень остро во вторых значит если говорить о механизме вот умирания то да действительно тантологии этим занимается и такие вещи очень много известно обычно когда организм уже погибает он пытается мобилизоваться то есть и вот последние последняя попытка спасти ситуацию это вот то что вы видите люди действительно часто приходят в себя там человеку которого почти остановилась сердце друг проявляет какую-то шустрость и активность невероятную то есть наоборот весел таскать и задорен но вот а потом вдруг и раз неожиданно заканчивается то есть это та самая финальная мобилизация которая к сожалению часто является последней попыткой спасти организм это инстинктивные механизмы довольно сложные на них останавливаться не могу но это внутренняя регуляция которая построена вот на принципе папа то есть то что называется мертвой руки как военных делах когда все ресурсы исчерпаны значит все плави все уничтожены то все равно взлетают последний ракет который уничтожает противника то есть вот этот эффект он есть и у человека к сожалению таких вот классических вариантов когда мы говорим там маскообразное лицо то есть когда мускулатура медленно отключается от лица человек приобретает маскообразное лицо мы говорим да ну вот он уже предсмертном состоянии это бывает не так часто очень часто человек до конца активен и наоборот в самом конце проявляет такую скажем так чрезмерную активность который от него не ожидали к сожалению так да это мобилизация организма перед сам смертью иногда бывает иногда не бывает дальше есть и каков порядок возникновения областей мозга последовательной взаимосвязи предпосылки значит существует такая наука значит эмбриональная цито архитектоника которая собственно говоря эти вопросы раз рассматривает часть информации должна выйти вот у меня в книге которая будет называться морфология сознания о том как развивается человеческий мозг в плотный эмбриональный период и там есть до закономерности но в основном они классические то есть от общего к частному то есть сначала возникает глобальная дифференцировка коры передняя средняя задняя часть потом выделяются наиболее крупные комплексы полей например моторная потом внутри них начинается дифференцировка то есть вот такая последовательность и она связана в том числе и с дифференцировкой нейронам и образованием отростков которые идут от них и к ним то есть это сложная штука она неплохо исследована это описано как нибудь мы будем об этом говорить но то но тем не менее механизм очень индивидуализирован из-за того что как я говорил по размеры полей разные и общая закономерность только соблюдается в таком в глобальном виде то есть когда мы говорим о дифференцировке коры это происходит кора в основном второй третий триместр внутриутробного развития когда она расслаивается формируются слои заканчивается миграция нейронов кору и там начинается довольно сложный процесс у меня была одна передача эмбриогенезе коры где подробно об этом рассказывал найдите послушать так о том как это происходит в больших деталях мы обязательно с вами поговорим это сопровождается еще и массовой гибель нейронов гибелью нейронов потому что не все доползают до коры не все устанавливают связи и в этот момент собственно говоря и формируются те самые под поля то есть под поля это что такое это выстроенный в 6 слоев там на основных шесть нейроны которые упорядочиваются по вертикали в момент вползания по радиальной глии в соответствии с теми функциями которые у них назревают а назревают они не просто так возникают первичные нервные связи первичные проводники в соответствии с которыми и формируются вот эти вот зоны а потом эти проводники увеличиваются в количестве к потому что нейроны выстраиваются в кору и часть из них образует длинные отростки вот собственно говоря примерно такой такой механизм значит вопрос занимательный тургенев при его массе мозга тратил на обслуживание мозга в полтора раза больше энергии что ли да да ему нужно было больше есть да именно поэтому он носился и по разночинцам и по салонам да подскажите пожалуйста имя журналиста которого на баррикадах ударил я не помню это какой-то по моему американец который приехал во францию можно найти я постараюсь найти концепт этой книжки потому что я читал 30 лет назад и вам сообщить вот у таких довольно много работ после этого когда он написал свою книжку подражателей завелось тьма тьмущая ну вот и пытались описывать это многократно потому что он был успешен в общем приобрел популярность и сделался карьеру на это значит теперь давайте еще примем вот если у нас новенький звоночек да я вас слушаю задавайте свой вопрос алё здравствуйте 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 меня зовут марина меня вопрос о памяти который меня всю жизнь волнует вот я очень много читаю человек интеллектуальной деятельности но к сожалению я потом даже очень известное произведение я забываю смотрю фильм через какое-то время я его полностью забываю то есть вот проблемы с памятью вот можно ли и как-то развить и уже вот не к 60 годам можно ли как-то вот остановить эти процессы и все дай я понял 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 значит для девушек даже к 60 годам память иногда конечно играет злую шутку то есть это метод вытеснения значимое или незначимое дело в том что для того чтобы что-то запомнить с этим надо это не просто надо прочитать это надо обдумать очень тщательно потому что здесь вопрос такой сколько нейронов вовлекается в момент вот вашего чтения если вы хотите что-то запомнить то надо это переварить как говорят но не в смысле желудочно-кишечном а смысле мозговом это что значит вы вот прочитали книжку эти потом вы должны что сделать вы должны пройти и и еще раз от начала до конца если это какой-то роман но и он у вас забывается но и не мучайтесь значит такой роман не выбирайте таких романистов которые забываются вот почитайте все-таки людей которые вроде владеют словом не с помощью специального спеллинга в ворде немножко лучше вот то есть для того чтобы запомнить давайте вам расскажу ситуацию надо сделать следующее вот вы прочитали книжку например важную для вас потом вы проходите ее к ней надо возвращаться несколько раз не в смысле читать опять это бесполезно а пытаться вспомнить что вы прочли то есть методично проходить от начала до конца и ставить себе некоторые метки в голове то есть если она вас будет волновать и вы к ней будете обращаться вновь и вновь то она запомнится очень хорошо и надолго почему потому что будет вовлечено максимальное количество нейронов из разных областей мозга то есть для того чтобы что-то обдумать или запомнить это неважно примерно один и тот же механизм нужно обязательно возвращаться к этому предмету но почему например там у человека произошло к ведь несчастье или какой-нибудь позорной ситуации он к ней все время обращается это иногда трансформируется в какую-то чуть не трансцендентную проблему что он там идет и веревочку с мылом использовать чтобы прекратить свои страдания в чем дело то все очень просто он бесконечно обращаясь к одной и той же проблемы включает такое количество нейронов головном мозге что уже вытесняются все другие события человек не может ни о чем думать кроме как об этом не хотите о чем-то думать да не думайте забудется быстро ваш мозг очень ловкий ловкий инструмент он быстро все забудет если не в если не обращаться вновь и вновь про себя поэтому значит нужно для сохранения в памяти важных для вас предмет к этому наоборот обращаться вновь и вновь а для этого должно быть как говорят психологи мотив то есть должна быть причина что должно быть интересное и важное для вас то есть не читайте неважного для начала делать такой сортинг я тоже читаю книжки довольно много читаю но там покупаю десяток книжек дочитываю примерно до 30 страниц а после 30 страниц все ясно там или у автора культ личности то есть он графоман маньяк там часто находишь просто с прямой плагиат если это научные книжки в других произведениях или человек с больной психик или просто писать не умеет не владеет языком никаким не русским не английским и кем другим то есть эти книжки до 30 страниц и и значит в подарок кому-то что-то интересное и важное можно и до конца досчитать не тратьте время на ерунду потому что графоманов писунов тьма тьмущая а толку от них очень мало поэтому если хотите сохранить память обращайтесь предметами предметом который вас интересует повторяйте и нейроны хотят они или не хотят они все равно будут вынуждены что-то запомнить то есть установить это в твердых связях то есть постоянных и таким образом это будет легко не просто запоминаться но и воспроизводиться на этом мы сегодня свою передачу заканчиваем и переходим к новостям